Смотрите, Андрей Андреевич, сейчас мы покажем запись, которую вы, видимо, видели, ее сегодня все видели, но мы дадим себе такое удовольствие на нее еще раз посмотреть. Прямо из-под Бахмута, видимо, в самом Бахмуте, сделаны трое российских военнослужащих, один контрактник Чилкова-Вагнера, зэк и мобилизованный. Вот обращается к генералу армии Соболеву, генерал, извините, Соболеву, он генерал-лейтенант, вот не знаю точно, депутату Государственной Думы, совершенно проникновенный, проникновенный Андрей Андреевич Сирадой, проникновенный до степени, которая требует даже цензурного ограничения, но мы ее себе позволим, поскольку мы свободный канал, такой продемонстрировать. Детям заткните уши. Мы бойцы из-под Бахмута, я мобилизованный, я боец ЧВК-Вагнер, а я заключенный, который пришел в ЧВК-Вагнер. Мы хотим сказать депутату Соболеву, если ты, будешь совать свой нос, и страна из-за таких, как ты, проиграет войну, нам придется прийти на Красную площадь, и чтобы защитить свой народ, россиян, тебя и таких, как ты, в жопу. Поэтому приезжай к нам сюда, престарелый. Ну вот, Андрей Андреевич, сейчас все посмотрели это видео, ну я что хочу сказать, вот все говорят, что мы пошли, мы так далее. Но никто так не пошлит и не скабрюзничает, как сама государственная власть в России, потому что они, собственно, ничем другим не отличаются, свои лексики, от того же Пригожно, который все те же выражения, я даже не буду, а пущу, что они хотят сделать с несчастным генералом Соболевым, депутатом Государственной Думы, да еще на Красной площади. Вы, кстати, Марк, вот Красная площадь тут очень важна. Депутаты Соболевым, они могли бы все это сделать в здании Государственной Думы, которая вовсе не на Красной площади. А вот этот проскочивший акцент, что мы придем на Красную площадь, это очень важно в том мега-месседже, который посылает городу и миру и Кремлю Пригожин примерно весь последний месяц. У него, ведь он фактически, фактически он закладывает основы своей политической платформы в поствоенной и постпутинской России. Основные его смыслы очень четко повторяемые, в такой доходчивой для народа форме. Я героически сражался, я вот почти взял Бахмут, но меня предали. Нам классический мотив, помните, в Германии после первой мамы, удар в спину. Удар в спину нанесли кто? Предатели в Кремле, предатели в Генштабе к Министерству обороны. И очень настойчиво повторяется социальный мотив, еще обращенный к десяткам миллионов дорогих россиян. И предатели на Рублевке, самые страшные, те самые, которые ограбили страну. И вот сейчас они сидят на Рублевке. Это такая программа политическая. И вот мы заглавили, с вами решили, Пригожин против всех. Но это такое спорное название для дискуссии, естественно. И стал бы такой циничный, расчетливый негодяй выступать против всех. Ведь вопрос давно стоит, а почему Пригожин до сих пор не убит? Кем не убит? В частности. Ну, в течение года. В течение года он требует... И это же не вчера началось. Это началось в марте прошлого года. Собственно, сразу после поражений под Киевом Сумом и Черниговой появление в качестве спасителей нации, как Пригожин нам рассказывает. Я вот... Когда все было... Он, кстати, очень не случайно подчеркивает... Вот было такое большое послание, что не он инициатор специальной военной операции. Он появился в Украине, когда она была... И мы почувствовали, что Родина погибает, и мы пошли защищать Родину. Вот. И с этого времени он повторяет, что Пригожин, эти самые Шойгу и Герасимов, это бездарные военачальники, воры. Их нужно разжаловать, сорвать погоны, босиком на фронт отправить и скупать вину. Причем это хором с Кадыром, он говорит. Они вместе выступали, но когда в последнее время у него другая сейчас тематика образовалась, он отполз уже туда, к себе, в Чечню. Его боевики расстреливали публично портреты Герасимова и Шойгу. Ну, кому это было нужно, совершенно ясно, что он был спущен Путиным для решения классической задачи фашистского режима, терпящего поражение. Нужно было решать вопрос уже тогда, кто виноват в этих провале операций, в поражениях. Фюрер или бездарные генералы, не сумевшие воплотить гениальный замысел Фюрер. Ну, и реакция Гитлера, Сталина, Путина в таких ситуациях автоматически. Ну, Сталин, вы помните, 50 генералов расстрелял в июне-июле 41-го года во главе с командующим Западным фронтом. Фронтом, боже мой, как же его генерал, генерал, ладно, вспомню, неважно. Павловым, генералом Павловым. Да, Павловым, ну как же, Павловым, да, расстрелял. Павловым, да. У Путина нет таких возможностей, но вот он Кадырова, поручил Кадырову и Пригожину обвинить генералов. Ну, понимаете, это хорошо было сделано, но это затянулось, это вот происходит несколько месяцев уже. Ну, казалось бы, надо, почему не воспользоваться этой блестяще развернутой ими кампанией, ну, по крайней мере, не освободить от должностей их. А потому что поражения-то продолжаются, и, скажем, если бы он в сентябре, он на частичную меру пошел, он как бы руководителем специальной военной операции назначил близкого Пригожину Суровикина, Кадыровикина, которого тут Рабилова, ну, как бы оттеснив в сторону начальника генерального штаба. Но если их снять, а поражения-то продолжаются, тогда возник вопрос, может быть, не в Шойгу и Герасимовне. Поэтому он затянул, но затянул слишком. Когда уже год это продолжается, и все, они прекрасно выполнили свою миссию. Я думаю, вы согласитесь со мной, что вся армия, 90% военнослужащих, и общество, и противники войны, и ее горячие сторонники, зеопатриоты, все уже согласились, что Шойгу и Герасимов – это совершенно бездарное говно. Но и вот те терпели, терпели, но потом произошло такое первое ключевое событие. Это было 10 января, они явились к Путину и заставили его убрать Суровикина с поста руководителя операции, вернуть туда Герасимова, но это первое. Но главное-то они просили оградить Путина от нападок Пригожина. На это он не решился. Путин занял вот такую промежуточную позицию, ну и это привело, на мой взгляд, к его потере контроля на ситуации. Пригожин с не меньшей энергией продолжал вот эти атаки на генералов. И возникает вопрос, да, так вот вопрос, почему его до сих пор не убили. Ну, до 7 мая ответ на него был очевиден, потому что Шойге и Герасимов с удовольствием это сделали, но это им не разрешает Путин. Но 7 мая он, естественно, расширил спекцию их, а так очень логично. Ну, если такие негодяи Шойгу и Герасимов, то кто тогда главнокомандующий? Конечно, конечно, главнокомандующий законченный мудак. Вот с тех пор прошло, прошло, сколько сегодня? Ну, прошло 10 дней примерно. Пригожин еще жив. Вот когда Борис Ефимович Немцов назвал Путина ебаном, он был убит на Красной площади, как вы помните, через 2 дня. Значит, и до сих пор кто-то не разрешает убивать Пригожина и кто-то поддерживает войну вверху. Ну, а кто этот кто-то, Андрей Андреевич? А кто этот кто-то? Я вам скажу, кто это кто-то. Мне кажется, я его знаю. Ну, вот когда, понимаете, это вот еще в классической астрономии бы они вычисляли, кажется, движение планет, вот непонятно было движение светил, казалось, здесь какая-то другая мощная планетная сила, которая сдвигает их с орбиты. Так вот, где эта планета? Все привыкли отвечать на вопрос, ну, кто же может быть в окружении Путина? Да там же все ничтожества. Вы видели их? Видели их на встрече Совета Безопасности 22-го? Конечно, все мы его помним, да. У этого Нарышкина штаны спадали, Путин издевался над ними, поясничал. Но там не было ключевого фигуры, не было Юрия Ковальчука. Вот Ковальчуки – это самые мощные фигуры в окружении Путина. А зачем Ковальчуку, Юрий Пригожин? Вот так вот, он ему зачем? Давайте, а мой он не нужен, Пригожин. Сейчас давайте разберем. Но, кроме того, это известно, я специально это выяснял, что вообще сам проект Пригожина, он курировался Ковальчуком. Я говорю, с самого начала еще и 10 лет, и 15. Для чего-то он ему был нужен.